Вашим вниманием предлагается видеопрезентация использования приложения «Нарисуй чертеж» для подготовки чертежей. Сейчас вы видите перед собой только кнопку навигатора слева вверху и знак вопроса в правом верхнем углу. Знак вопроса – это переход в школу команд, где приложение предоставит подробные подсказки по работе с ним. Обязательно их прочтите на досуге, так как это полное описание приложения. Первый запуск приложения сопровождается фоновой загрузкой этих подсказок с сервера в пределах 1 мегабайта. Загрузка почти неощутима, но важна, так как подсказки необходимы для понимания работы с приложением. Для начала укажем приложению, что мы будем создавать новый чертеж. Определим сразу имя файла нового чертежа и какому стандарту будут принадлежать правила его оформления. Выберем стандарты ГОСТ. Масштаб оставим неизменным по умолчанию. Следующий обязательный диалог в процессе создания нового чертежа – создание новой проекции. Чертеж обязательно должен содержать хотя бы одну проекцию. Тип проекции и все остальные параметры оставим по умолчанию. Кстати, каждый диалог в приложении имеет ссылку на подсказки, которые легко вызываются по кнопке со знаком вопроса. Тут можно подробно все прочитать. Нажмем кнопку «Выполнить». Создано окно для проекции вид спереди. Первый этап конструирования, который нам предлагает приложение, называется «Опорные точки». Это, во-первых, видно в навигаторе, а во-вторых, видно по кнопкам в правом верхнем углу экрана планшета. Если указать на какую-нибудь из этих кнопок и придержать это указание, то приложение выдаст информацию о назначении этой кнопки. С помощью кнопки режимов этапа «Опорные точки» вызовем меню «Команд этого этапа». Выберем функцию «Разрешить добавлять новые точки». И предполагая разместить на проекции прямоугольник, расставим 4 точки как бы в углах будущего прямоугольника. Обратите внимание, что в верхнем правом углу экрана появилась еще одна кнопка с надписью «Альт». Она может быть использована, если нам понадобится удалить поставленную точку. Теперь будем вводить линии прямоугольника и для этого перейдем на этап изображения. Для этого нажмем на кнопку «Выбор этапов» и вызовем меню «Этапы проектирования». Выберем там пункт «Изображение». В меню «Ввод изображения» выберем для начала тип линий. По умолчанию стоит сплошная основная. Ее и оставим. Теперь надо выбрать тип элемента графики. Выберем отрезок прямой линии, а точнее по способу ввода элемента две точки на отрезке прямой линии. Пометим по парной точке, на которой надо установить эти отрезки. Получился вот такой не очень строгий прямоугольник. Я не прицеливался, когда расставлял точки, не отмерял размеры. Просто ткнул на поверхность и расставил точки. А на них просто навесил линии. Сейчас мы его выправим с помощью размеров. В меню этапа «Размерная сеть» выбираем пункт «Новый размер». По умолчанию выбран линейный размер вдоль оси «Х», видимый. Укажем, что сейчас будем устанавливать выносную опорную размера с меньшими координатами вдоль оси «Х», то есть такую опору, у которой размерная стрелка смотрит справа налево. Мы могли бы начать с выносной опоры с большими координатами вдоль оси «Х». Этот порядок не имеет значения. Из диалога выходим по нажатию кнопки «Ок». Я пометил сразу две точки для одного размера. Это означает, что эти точки будут выставлены на плоскости проекции вдоль одной и той же выносной вертикальной линии, которая является опорой вводимого размера. Теперь для линейного размера вставим выносную опору с большими координатами вдоль оси «Х». Обратите внимание, что стала доступна кнопка «Готово» – диалога управления вводом размера, но ее использовать рано, так как размер еще не введен полностью. Из диалога выходим по кнопке «Ок». Помечаем две точки прямоугольника. Приложение вычислило, на каком расстоянии сейчас находятся друг к другу первые точки опор с меньшими и большими координатами размера. Введем свое расстояние, которое будет служить значением вводимого размера. Обязательно ввод числа должен заканчиваться нажатием кнопки «Ввод» виртуальной клавиатуры. Размер готов. Теперь нажмем на кнопку «Готово» – диалога подготовки размера. Размер введен. Вводим новый размер вдоль оси «Y», также линейный. Выносная опора с меньшей координатой относится к той размерной стрелке, которая указывает сверху вниз. Помечаем две нижние точки прямоугольника. Сменить опору размера я могу в контекстном меню, которое вызывается двойным щелчком по поверхности проекции, либо непродолжительным удержанием пометки в любом ее месте. Пометим верхние точки прямоугольника. Диалог для ввода значения размера также можем вызывать в контекстном меню. Теперь запустим построение изображения прямоугольника, которое будет соответствовать введенным размерам. Выберем этап «Построение вида» и в диалоге нажмем кнопку «Выполнить». Разместим изображение в окне проекции. Вот что у нас получилось. Приложение по введенным размерам исправило искажение прямоугольника и автоматически расставило размерные линии. Продолжим построение. Поставим скругление. Они задаются через специальный размер. У этого размера только одна опора. Но в отличие от других размеров, она не выстраивает точки вдоль какой-либо линии, а указывает индивидуально для каждой точки, что на ее месте на чертеже должно быть скругление с указанной величиной радиуса. Посмотрим, что получится. Установим ось асимметрии. Сейчас используем кнопку CTRL, что расположена в правом верхнем углу экрана планшета. Она позволяет одновременно с вводом элемента графики создавать его опорные точки. Теперь закрепим новые точки на плоскости проекции с помощью линейных размеров. Но на этот раз невидимых. То есть таких, которые будут влиять на расположение точек на проекции, но при этом не будут показаны на чертеже. Укажем размер от левого края прямоугольника, который будет фиксировать вертикальную ось. Установим размер относительно нижнего края прямоугольника, который будет фиксировать горизонтальную ось. Мы могли бы указать такой же размер и относительно верхнего края. Результат будет один и тот же. Ага, вот тут я поторопился. Я не все размеры указал, чтобы зафиксировать точки. Приложение их выделило желтым цветом. Я указал для точек горизонтальной оси размеры, которые фиксируют их в вертикальном направлении, но не зафиксировал их перемещение в горизонтальном. Присоединяю эти точки к уже существующему размеру, который создает ограничение в перемещении вдоль оси Х. Точно такую же процедуру проделаем и для вертикальной оси. О, все получилось. Теперь посмотрим, что у нас на чертеже. Приложение выбрало формат А4. Сейчас мы на этапе компоновка чертежа. Это последний этап конструирования, после которого доступен вывод документа в PDF-файл. Сейчас мы можем повернуть формат чертежа. Обратите внимание, что осевые линии, как это и положено, выходят за контур изображения детали. Хотя мы ничего для этого не делали. Мы можем выбрать другую основную надпись. Например, для основных чертежей в строительстве. Хотя, конечно, такую деталь вряд ли можно отнести к такой категории. Особенностью всех основных надписей является то, что они содержат в себе такие элементы таблицы, которые указываются на чертеже только в том случае, если для них есть информация. Например, для строительных чертежей это номер листа в альбоме. Если комплект чертежей сброшурован. Надо просто коснуться того места, где должен находиться этот номер листа и в выданном диалоге ввести его. Вот он появился справа вверху. Также мы можем получить таблицу, размещаемую в поле чертежа для подшивки, и также внести в нее информацию. Вот появилось слева. Вернем обратно основную надпись для чертежей схем, которая была предложена по умолчанию. Введем название детали. Для этого надо коснуться графы, где оно должно быть указано, и введем текст названия в полученном запросе. Продолжим черчение. Выберем тип линии «Основная», тип графического элемента «Окружность». Задействуем кнопку CTRL, которая заставит приложение одновременно с привязкой графического элемента к опорной точке, создать эту опорную точку. Для второй окружности укажем сначала точку на окружности, а затем отключим режим одновременного создания новых опорных точек, так как используем центр предыдущей окружности. Зафиксируем окружности размерами. Сначала выберем тип размера «Диаметр». Диаметр может быть задан двумя способами – с центром или двумя крайними выносными. Мы выбираем вариант с центром. В этом случае вторая выносная линия будет недоступна. Укажем сразу, что сейчас будет установлен размер для отверстия, хотя эту характеристику можно указать и позже, и даже после того, когда на этот размер будет установлен указатель шероховатости или текстуры по височной терминологии. При смене этой характеристики будет меняться и расположение указателя. Укажем точку центра. Укажем точку для выносной на окружности. Зададим значение размера, имея в виду, что это диаметр, а не радиус. Размер готов. Введем второй размер диаметра для второй окружности. Уже размер вала. А. Не туда влепил центр. Сейчас исправим. Нажимаем на кнопку Alt и снова помечаем эту же точку. Указатель центра исчез. Таким способом можно вносить изменения в расстановку уже введенных размеров. Отключаем кнопку Alt и указываем правильную точку центра. Выносная размера диаметра на точке окружности. Значение размера по-русски номинал. Теперь зафиксируем точку центра, присоединив ее к уже существующим размерам. Для этого включаем режим селекции размеров и находим подходящий. Переходим в режим коррекции размера. Выбираем, какую выносную будем корректировать. Указываем новую точку для этой выносной. Готово. Фиксируем точку центра для второй оси координат, также подбирая для этого уже существующий размер. выбираем выносную и присоединяем к ней точку. Проверяем, что получилось. Построение прошло успешно и приложение перешло на следующий этап оформления чертежа. Подкорректируем расположение некоторых выносных размерных линий. Для этого выберем функцию разрешить перемещать элементы оформления. Теперь пометим элемент оформления, который хотим переместить и укажем ему новое место. У размера диаметра сначала сдвинем обозначение его величины в сторону от середины. А потом вообще оторвем его от размерной линии. Так мы сделали для того, чтобы выносная линия выходила не из точки центра, через которую и так много линий проходит. Ну что, посмотрим, что у нас на чертеже. Половина чертежа готова. Вторую проекцию мы потом добавим, а сейчас получим документ для распечатки. Для этого в навигаторе выберем пункт меню «Получить документ». Будет выдан диалог, где мы укажем ориентацию листа принтера. Перед второй фазой вывода приложение даст нам посмотреть на чертеж. Если бы формат чертежа превосходил размер листа принтера, то приложение показало бы, как оно разрежет формат на пронумерованные секции размером в лист принтера. Сейчас формат чертежа и формат принтера совпадают, поэтому разделение на секции не требуется. Касаемся любой точки на поле чертежа, либо еще раз вызываем в навигаторе функцию «Получить документ». Получаем диалог второй фазы. Делать сейчас тут ничего не нужно, поэтому нажимаем на кнопку «Выполнить». Создание PDF документа завершено. Мы его сможем найти во внутренней памяти приложения среди кучи временных рабочих файлов в компании с файлом чертежа. Имена файлов у них совпадают. Только у файла чертежа расширение КДР, а у файла документа добавка к имени номера листа чертежа и расширение PDF. Заглянем в эту же директорию со стороны персонального компьютера через USB-подключение. В общем-то, то же самое, только временные файлы уже удалены. Файл чертежа и файл документа можно стянуть на персональный компьютер. Там хранить и передавать их в работу. Вот такая технология.